Привет! Вот интересная тема. Что такое очеловечивание и что такое расчеловечивание? Ну, расчеловечивание, например. Но это свобода, свобода, синоним как бы слову «воля». Это обезволивание. Значит, расчеловечивание – это обезволивание. Ну, например, когда от него ничего не зависит. Или когда его результаты кто-то присваивает. Или, например, когда ему говорят, то, чем ты занимаешься, не имеет никакого смысла. Это выбивает прямо почву из-под ног. Он старается, старается, а результата нет. Который подкрепляет ему ощущение, что я есть, что от меня что-то зависит. И тут человек начинает сомневаться. Прав он или не прав. Потому что энергия мозга начинает не открываться на продолжение действий, а перераспределяться на перепроверку правильности усилий. Отсюда сомнения, депрессии, страхи, неуверенность в завтрашнем дне, потеря образа будущего, обезволивание. Ну, например, в гипнозе. Я раньше занимался гипнозом. Человеков ведешь глубокий гипноз, и он автомат. Две половины мозга разъединяются, и ты встаешь как бы между ними. И ты там соединяешь своими командами отношения между ними. Да, отношения его личности к нему самому. И мотивируешь его на что ты хочешь. А он автоматически это исполняет. Но даже в очень глубоком гипнозе у человека где-то в самых глубинах сохраняется этика. Ну, то есть, есть такое, я читал, что если человеку внушить гипнозию, возьми, убей человека, он не может. Но если его обмануть, например, сказать, у тебя в руках картонный нож, и ты играешь роль в кино, он может этот взмах сделать, но обмануть можно и так. Так вот, обезволивание, обезволивание, это лишение человека выбора. Выбора. Решение человека сознания. Решение человека способности перенаправлять свою энергию на ограничения какие-то свои или на стимуляцию свою, на выполнение каких-то действий. Ну, например, свобода. Свобода. Это совокупность желаний и возможностей их исполнения, как я прочитал когда-то в дневнике, какой-то девушке, которая мне дала про честь. Это совокупность желания и возможность их исполнения. Это как бы счастье. Счастье. Человек нуждается в свободе, в счастье, быть самим собой, потому что он тогда соответствует своим внутренним потребностям. И вот когда внешние потребности совпадают с внутренними, он счастливый. Он как бы свободный. Ну, короче говоря, между свободами, счастьем, здоровьем, волей есть какая-то связь. Вот, например, я получаю удовольствие. Ну, в частности, вот сейчас беру, например, пирог. Вот я ем пирог с вишней. Сладко. А мне сладко нельзя. Пошел на аллергии. А мне хочется. Ну, а что такое счастье, свобода? Ну, это когда делаешь то, что ты хочешь, и тебе это можно. А если ты делаешь то, что ты хочешь, а это вредно, значит, это тупик. Противоречие. Кружка с Ван Гогом Марина мне подарила жена нашего Антона. Сама сделала. Ван Гог. Потрясающе, да? Пью чай. Хороший. Хочу. Хочу и могу. Могу ли я пить чай? Если мне можно. Мне можно любой чай. Ну, я люблю зеленый. Потому что у меня есть свои склонности, особенности. У каждого индивидуума есть своя предрасположенность. Есть своя избирательность к тому или иному. Ну, например, он имеет такое мереощущение, что что бы ты ему ни говорил. Например, что телепатии нет. Но у него точка зрения, которая им не подвергается сомнению. Он так устроен избирательно, информацией. И он везде будет находить как бы факты, которые подтверждают, что наоборот, что телепатия есть. Ну, не переубитишь ты его. Ну, никак. Во что человек верит, то он и видит. То он и получает. Ну, то же самое касается пластичности мозга. Мозг пластичен в том смысле, что если ты веришь, что ты выздоравливаешь, ты начинаешь выздоравливать. Если ты веришь, что ты больной, что ты болеешь, ты все время избирательно воспринимаешь всю негативную информацию, смотришь в интернете про депрессию, про страхи, и ты все время в себе их наблюдаешь. А что ты в себе наблюдаешь, то ты в себе воспроизводишь. Актуализируешь из памяти все свои неприятности. Еще кто-то говорил, что сейчас все будут болеть, и ты тоже начинаешь думать, да, действительно больной. А мозг пластичен в том смысле, что образ создает внутренние изменения, потому что есть много обратных связей между мозгом и деятельностью, например, внутренних органов. Вообще в мире очень много надмирных обратных связей, которые мы не знаем. Наука занимается тем, чтобы открыть эти свойства, эти закономерности и взаимозависимости. А вера, ну вот есть люди, которые просто верят. Им ничего доказывать не надо, вот он верит в это и все. Откуда это в него взялось? Но если он верит без анализа, без понимания, значит он уже не свободен. Но надо исходить вот из чего, из двух вещей. Первое. Давно отфильтровано многими тысячелетиями название человека по-латыни homo sapiens, то есть человек разумный. И давно отфильтровано и понятно, что общечеловеческие ценности, вечные ценности это любовь, сопереживание, сотрудничество, созидание. Вот эти две вещи. А есть еще третья. Такая, которая может всех разделять между собой. Это вера, которая даже в Библии написана, человек создан по образу Божьему. Но решил Бог создать человека по своему образу и подобию. Ну да. Я уже говорил, но Бога-то никто не видел. Стало быть по какому образу, по какому подобию. Стало быть Бог создатель, стало быть мы человек в творчестве подобен Богу. Стало быть Бог в человеке. Бог в каждом из нас. Но не только над нами. Но об этом и Христос говорил, от рай внутри вас есть. Об этом вообще все религии говорят. То есть это в принципе вот эти три такие уже концептуальные модели восприятия мира. В принципе веры разделяют людей, религии разделяют людей, потому что политика там вмешана. Политика вмешана в науку, создает избирательность факторологии, и к восприятию текстов, и научных исследований, и их интерпретации. Да, она вмешивается в отношении между людьми политика, политика, политика. А политикой управляет кто? Те, которые пробиваются наверх, там немножко управляют цинизм, как раз и отсутствие человечности. Так другие законы. А нам надо, чтобы быть хорошим писателем, хорошим художником, хорошим спортсменом, чем бы ты ни был. Кроме профессионализма, нужно, чтобы в будущем в анкете при устройстве на работу и в системе кадров подготовки любого уровня, от шахтера до президента, кроме графа стресс-устойчивости, еще писали критерии человечности. Да, но чтобы критерии человечности там определяли, нужна наука о человечности. Она подководана религией. Если религия открыла человеку веру в Бога, то наука саморегуляции открывает человеку веру в собственные свои возможности. Да, потому что главное человеку научиться. И зачем вообще наука? Чтобы получать гарантированный результат. Потому что наука изучает свойства, явления, закономерности, создает изобретения, а помогает этому и вера, образы будущего. Ну, например, что у меня получится. Да, я тоже вам желаю, чтобы у вас получилось. я, каждую ночь ложусь спать и между сном и болью, настраиваюсь, что завтра я обязательно открою что-то новое, создам изобретение. И да, действительно, я генератор изобретения, генератор творчества, у меня получается. А вы попробуйте тоже. Что завтра, что бы ни случилось, вы создадите что-то, или придет новая идея. И что самое интересное, вот этот Homo Sapiens, ой, как это интересно. Вот, например, ощущение такое, кайфное, когда ты вдруг что-то понял, у тебя открылось какое-то озарение, и получается такое ощущение морального удовлетворения, а на самом деле там накопились противоречия. мозги, там, в нейросетях. И в какой-то момент там инсайт, и вот там происходит какое-то проникновение на этой высоте, глубину, наоборот, по сходящим потоке. Ты проникаешь между шаблонов страхов, стереотипов к истине. И вот это ощущение, когда ты получаешь удовольствие не только от вкусного пирога, с вишней. Не только от сахара, потому что сахар, когда ты ешь, он подменяет тебе это ощущение химическим путем. Поэтому мы все стремимся к сладкому. Дети любят сладкое, потому что сладкое, это как будто ты дело сделал. Оно дает вот эту подпитку, потому что все в нейросетях и с гормонами все сильно связано. так вот, когда ты вдруг чувствуешь, что когда ты что-то понял, такое же вдоль творения, это значит ты мыслитель. Ну, давай. Привет.